Приобретая маки махровой серии, я надеялась на то, что буду собирать с них семена, и они будут повторять сорт махровых пиановидных сортов. Но что можно сказать? Сорт, цвет они повторяют. Здесь бесспорно оттенки максимально приближенные. Это очень красиво выглядит. Но, как вы видите, махровость они потеряли, к сожалению. Далее мы видим все-таки более-менее махровый сорт. Это вот здесь. Похоже. И по оттенку похоже. Это самосборные уже здесь семена посажены. Потому что в прошлом году они прям таким образом себя проявляли. Такие красавцы. Никого не оставили равнодушным. Очень многие у меня такие цветочки себе домой сорвали. Но, как мы знаем, что эти цветы максимально мало стоят в воде. Буквально это утренние цветы. Соответственно, нет никакого смысла их срывать. Только наблюдать за ними. И что ж. Действительно, похоже, есть небольшая махровость. Но не такая, как была заявлена. Поэтому материнский сорт, к сожалению, при самосборном методе сбора семян не работает. Но все равно выглядит очень симпатично. И в этом году у меня в клумбе они сочетаются с васильками. И, на мой взгляд, так романтично. А, еще здесь космеи у меня. Очень мне нравится их аромат. Красиво смотрятся. И в качестве бордюра бархоточка. Так что, имейте в виду информацию по макам, по поверам и так далее. Ух ты, а еще что я вам покажу? Кустик Гацани. Ура! Ты зацвел. Какой красивый. Так, это что у нас уже отцветает? Или он наоборот только пытается зацвести? Непонятно. Но прелестность прелестная. А, вот этот, наверное, уже отцвел. Красиво выглядит. Шикарный куст. Ну и покажу вам махровую петуню. Это мой любимейший сорт. Как-то он в прошлом году в кашпо меня не очень порадовал. Поэтому я посадила его в этот раз в открытый грунт. Но выглядит он шикарно. И смотрите, у него как будто бархатное напыление. Очень красиво. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.